Число принцесс на квадратный метр в Амурском театре «Кукол» зашкаливало. Здесь собрали около 200 воспитанников из разных интернатов области. Ребятам показали спектакль и провели для них праздничную программу. Новогодних желаний у ребят, конечно, много, но главное – одно. Дома уехать к маме, чтобы вернуться домой. Они, конечно, верят в лучшее и хотят, чтобы их забрали родители, но мы им все этого желаем. У нас сейчас, кстати, очень много детей забирают в семью. Ну пусть не в настоящую, они-то все мечтают о своей родной семье. А у кого-то мечта уже исполнилась. Ребята увидели настоящего Деда Мороза из Великого Устюга. Со сказочным дедушкой встретились более 600 воспитанников интернатов. Увидели его в общественно-культурном центре. Мы классом приехали сюда, в УКЦ, последний Дед Мороза. И я его в первый раз хочу увидеть из Великого Устюга. Есть и те, для кого чудо – это планшет, телефон или кукла под елкой. Обычные для кого-то вещи для этих ребят пока мечта. Сегодня ребята были из детских домов. Ребята все хорошие. Но это эти ребята такая хорошая, от них энергетика все такие хорошие. Я прям очень доволен. Я всем говорю, ребятам, и взрослым в том числе, что в Новый год обязательно все желания сбываются. Только ни в коем случае нельзя никому рассказывать про эти желания. А в театре драмы праздник устроили для тех, кто Новый год встретит не в родном доме, а в пункте длительного пребывания. Наводнение оставило многих без жилья. Именно для них организовали специальную губернаторскую елку. На нее пришли десятки семей с Благовещенска, Благовещенского и Свободненского районов. Мы подчеркиваем именно тот новогодний алгоритм в виде классических, без соответствующих каких-то изысков, обыкновенных подарков, которому всегда все рады. Конфеты, мандарины. И, в общем-то, у любого, наверное, новогодний праздник, он почему-то ассоциирует с запахом мандарины. Поэтому мандарины однозначно будут. Самое главное, чтобы нам где было жить. Новый дом. А все остальное у нас есть. Все представления, на которых побывали дети и взрослые, заканчивались хорошо. И их зрители верят, что и в жизни есть место чуду. Василина Садовенко, Александр Рассказов, Василий Пронкин, Степан Юдинцев, Иван Черных. Альфа-Новости.